Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Про Цветок! С вами Пашкевич Анна, и в этом видео я хотела бы рассказать о весеннем севе ценных белковых и витаминных овощных культур, бобов овощных и гороха овощного. Горох и бобы относятся к холодоустойчивым культурам, а это значит, что прорастание семян наступает при температуре плюс 3, плюс 4, биологический минимум для развития плюс 4, плюс 5, биологический оптимум 12-16 градусов тепла. Также при плюс 5 начинается рост и развитие клубеньков, а при плюс 10 начинается фиксирование атмосферного азота корнями бобовых культур. Исходя из низких положительных температур, на которые хорошо отзываются горох и бобы, их следует высевать в конце апреля, в начале мая, то есть в первой декаде. Также допустим весенний сев вплоть до середины мая. Но если вы будете высевать бобы и горох от середины мая вплоть до середины июня, то высока вероятность, что у вас будет в лучшем случае низкая урожайность. Но в худшем случае вы не получите, к сожалению, ни горошка, ни бобов. Потому что с повышением температуры резко увеличивается количество болезней и вредителей, которые снижают урожайность и являются дополнительным стрессом для этих растений. В севбобовых следует начать с хорошей подготовки почвы. Для этого ее нужно хорошенько перепахать или вскопать. Если есть возможность, то дополнительно прокультивировать вилами. Таким образом у вас будет двойная обработка на глубину почвенного горизонта 60 см. Бытует мнение, что бобовые культуры, к которым относятся горох и бобы, являются азотфиксирующими и поэтому не стоит вносить азотное удобрение в почву при их выращивании. Но следует помнить, что фиксация азота начинается только в фазу 2-3 листьев, а это спустя 3-3,5 недели от высева семян. Поэтому для того, чтобы поддержать наши семена, необходимо внести небольшое количество комплексных удобрений или небольшое количество азотных удобрений. Но лучше это делать с осени. При кислотности почвы ниже 5, об этом будет говорить позеленение или, хуже того, мох на вашем участке, необходимо провести дополнительное известкование в виде доломитовой муки. Хорошими предшествующими культурами являются зерновые, картофель, лук, огурец. Нежелательно высевать горох и бобы после крестоцветных, например, рапс, редька, капусты, а также после кукурузы и подсолнечника. И горох, и бобы, впрочем, как и все бобовые культуры, являются растениями требовательными к свету. Поэтому загущение посевов будет вести к снижению урожайности, к опаданию части цветков и к меньшему завязыванию плодов. Поэтому схема высева для гороха будет оптимальной. 15-20 см между рядами и 5-10 см между растениями в ряду. Для бобов между рядами 25-30 см, между растениями в ряду 15-20 см. Глубина заделки семян бобовых культур будет зависеть от типа почвы. Для легких почв это 7-8 см, средние 5-6 см и на тяжелых почвах 3-4 см. В качестве профилактики грибных болезней, которые чаще всего сохраняются на семена, будет являться их обработка различными веществами, например, химическими. Таким относится венцит. Для этого необходимо 1 мл растворить в стакане воды и в этом растворе выдержать семена непродолжительное время. Или иншура полграмма этого вещества также растворить в стакане воды и выдержать семена. Если вы сторонники органического земледелия, то можете обратиться к микробиологическим препаратам, например, на основе триходерм. Если вы хотите получать постоянный урожай на протяжении 40-40-50 дней, то есть такой непрерывный, то необходимо прибегнуть к высеву гороха и бобов в 4-5 сроков с интервалом между высевами 8-12 дней. Также следует обращать внимание на сроки созревания конкретных сортов, которые вы выбираете для своего участка. Например, ранние сорта гороха. Ян, горынец, средняя, орфей, пегас, средне-поздняя, прометей. Также следует помнить о том, что есть различный тип листа у гороха. Усатый или безлисточковый. Такие горохи не будут нуждаться в опоре, они будут поддерживать сами себя. И есть горохи листочковые или безусые, которые будут нуждаться в опоре. На этом я заканчиваю свое видео. Не забывайте ставить пальчики вверх или пальчики вниз. Также колокольчики, чтобы получать уведомления о наших новых видео. И подписывайтесь на канал Про цветок, если вы еще этого не сделали. Хороших вам урожаев! Субтитры подогнал «Симон»!